Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. Армяне Дерсима Западной Армении посетили Ереван. Нарушение режима прекращения огня в Арцахе не зарегистрировано. Министерство обороны Российской Федерации. Совет ООН по правам человека принял инициирование у Армении резолюцию о предотвращении геноцида. Здание села Баралет в Джавахке будет отремонтирован, как только потеплеет. Аккредитированные в Армении военные атташе стран членов ЕС и НАТО посетили авиабазу Министерства обороны Республики Армения. Вилла будет построена на могиле в Сегерте, Западная Армения. Альпинисты не смогли перейти гору Арарат. Танец в Западной Армении, Кочари. Группа граждан Республики Западной Армении с провинции Дерсим в Западной Армении была принята в Ереванском представительстве Западной Армении. Среди гостей была Асатур Баликас, представитель Дерсима на армянской платформе Дерсима. Гостей приняла премьер-министр Западной Армении Сэда Миликям. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, направленных на активизацию деятельности граждан. Достигнута договоренность о взаимном сотрудничестве для укрепления более тесных связей между гражданами Республики Западная Армения в сфере культуры. Три четверти Арцаха оккупирована азербайджанской армией, но говорят, что нарушение режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Арцахе за последние сутки не зарегистрировано. Об этом сообщают Минобороны России. Российские миротворцы ведут круглосуточный контроль за соблюдением режима прекращения огня на 27 наблюдательных постах и следят за ситуацией. Нарушение в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано, говорится в сообщении. 31 марта в ходе 49-й сессии Совета ООН по правам человека консенсусом была принята предложенная Армении резолюция предотвращения геноцида. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Республики Армения. Резолюция, традиционно представленная Армения, определяет шаги, которые должны быть предприняты совместно государствами-членами ООН для предотвращения, признания, восстановления справедливости, компенсации, наказания и привлечения к ответственности виновных в геноциде. В резолюции поднимаются такие вопросы, как оценка рисков и меры по их предотвращению. Объявлен тендер на восстановление здания в селе Баралетах Алкалакского муниципалитета, который много лет находится в плачевном состоянии на сумму 80 тысяч лари. Он был построен в 60-х годах прошлого века. Здание клуба находится в плохом состоянии. На окнах нет стекол, пол испорчен, стены покрыты плесенью. Однако в этом году принято решение отремонтировать клуб. Прием предложения закончился 28 марта. В тендерном аукционе участвовал только один участник – Варт Макоян. Работы необходимо провести через 60 дней после улучшения погодных условий. Будут установлены и металлопластиковые двери и окна. Аккредитированные в Республике Армения военные атташе стран-членов ЕС и НАТО посетили авиабазу Н Министерства обороны Республики Армения. Командир авиабазы, полковник авиации Самвел Тавадян ознакомил иностранных гостей с повседневной деятельностью воинской части и ответил на их вопросы. Затем военные атташе ознакомились с военной техникой. Большой интерес у гостей вызвали самолеты Су-30. Военные атташе отметили, что в ходе визита еще раз убедились, что все четыре самолета на месте, что циркулирующие в азербайджанской и турецкой прессе сведения о том, что они принимают участие в боевых действиях на территории Украины, не соответствуют действительности. Место под названием «Ущелье мясников» находится недалеко от центра города Сагерд в Западной Армении. По данным Ассоциации прав человека, занимает площадь в 405 гектаров. Он известен как место захоронения многих армян, погибших во время геноцида 1915 года. В то же время здесь массово хоронили людей, ставших жертвами государственных убийств под названием «нераскрытые убийства». По некоторым данным, здесь находятся останки не менее 300 курдов. Впервые в 1989 году были найдены останки в 8 человек. По распоряжению губернатора в тот же день работы были остановлены, после этого работы не велись. Со временем в ущелье началось строительство. На территории, превращенной в свалку, сначала построили дороги, потом разрешили свадебный зал. Этого оказалось недостаточно. Была построена полицейская академия. И теперь в районе, где захоронены сотни курдов, тысячи армян будут построены здания и виллы. Группа альпинистов, дважды в неделю пытавшихся подняться на Арарат, не смогла достичь вершины из-за неблагоприятных погодных условий. Согласно календарю, период с 21 декабря по 21 марта запланирован для зимнего скалолазания. Для восхождения на гору Арарат прибыли пять альпинистов из Западной Армении. Команда начала первое восхождение на высоту 5137 метров. Но побороть не удалось. На следующий день они снова начали подъемы. Несмотря на метель, они достигли 4150 метров. До вершины оставалось всего в 887 метров. Но члены команды не смогли продвинуться вперед из-за сильного снегопада. Следует отметить, что гора Арарат, символизирующая вечность армянского народа и Западной Армении, всегда была непредсказуема в силу своих климатических условий. Армянский танец Кочари, занимающий прочное место в богатой культуре Западной Армении, уходит своими корнями в глубокую древность. Танец Кочари сохранила следы единства древнеармянского общества. Кочари – танец победителей. За каждым триумфальным походом следовали жертвоприношения в честь божеств. Далее для вас армянская народная песня. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok